здравствуйте друзья приглашаю вас на урок вязания сегодня я для барби буду вязать вот такой вот топик который вы видели на прошлом моем видео на прошлой моей модели вязать я буду вот с такой вот пряжи такая же пряжи как это сиреневая она это шелк с люрексом тут даже видно какие красивые искринки вязать я буду крючком а теперь скажу почему я выбрала такой цвет для вязания топика дело в том что у меня вот есть вот такие кусочки ткани очень красивые я они их мало и поэтому я хочу с нее из этой ткани пошить что-нибудь потом я посмотрю но в начале я хочу связать топик связать топик я меня просила не на калачихина в прошлом видео в комментариях ей понравился вот этот розовый топик сиренево-розовый она просила сделать мастер-класс если не на калачихина еще раз прочитаете эти с услышите мои слова если вы моя подписчица мне будет вдвойне приятно сделать такой мастер-класс ну что ж приступаем для того чтобы начать вязание я должна раздеть куклу потому что каждый несколько рядов будем делать примерку я уже сделала вот такой вот дополнительный ряд первый ряд и теперь хочу посмотреть насколько он у меня сходится здесь вот как раз до талии вязать я буду от талии вверх а потом от талии вниз будет вот такая идти басочка может быть другой узор может быть этот узор все будет видно потом ну что ж начнем вязать вязание будет столбиками без накида дело в том что вот такие все красивые пряжи лучше всего вязать простыми столбиками без накида простым вязанием узоры здесь не смотрятся совсем их не будет видно да еще что сразу хочу сказать вот как раз середина за каждым рядом за каждым лицевым рядом я буду добавлять по одной петле вот по этой линии с одной стороны и по этой линии со второй стороны и каждый раз надо будет делать примерку правда здесь придется добавить может быть пару петель вот на вот эти от выпуклые спи выпуклую спинку так что примерки постоянные примерки хочу сказать у меня такое правило если вот этот хвостик у меня с правой стороны значит у меня изделие это изнаночная сторона если хвостика с правой стороны нет изделие лицевая сторона у меня такое правило и я этого правила постоянно придерживаюсь значит сейчас я вижу без прибавлений целый ряд столбики без накида в каждую петельку здесь у меня приблизительно 25 петель но если вы будете вязать такой же топик если пряжа у вас будет другая то постоянно надо приделать примерки и количество петель может быть совсем другое может и 20 будет петель может 27 петель все зависит от толщины пряжи я забыла сказать у меня крючок 125 миллиметра это у меня вязание идет на изнаночной стороне одна петля подъема поворачиваем вот такая получается у нас полосочка теперь нам надо будет сделать примерку и посмотреть на какой петле нам надо какую петлю нам надо увеличивать здесь идет посередине посчитаем вот здесь от буду добавлять одну петлю значит раз два три 4 5 вот шестая петля удваивается и не доходя шестую петлю с этой стороны тоже удваивается раз два три 4 5 и шестая шестая раз и сюда же удвоим петлю сюда же еще одну петлю теперь из одной петли у нас получилось 2 теперь не доходя края мы посчитаем и еще шестую петлю не доходя до края удвоим и у нас лицевой ряд увеличивается на две петли а теперь надо посчитать раз два три 4 5 и вот это была шестая удваиваем и идем до конца ряда петля для подъема поворачиваем хвостик у меня с правой стороны значит это лицевая изнаночная сторона на изнаночной стороне мы прибавлений не делаем вяжем столбиками без накида до конца ряда я дошла до конца ряда сделала петлю подъема и теперь надо примерить и посмотреть где на следующем ряду нам надо увеличивать петли 1 2 3 4 5 6 но тоже самое на шестом шестую петлю будем увеличивать но смотрите здесь у нас сильно же расхождение теперь мы еще увеличим сделаем вторую петлю увеличим и шестую петлю увеличим для того чтобы здесь вот это выпуклась было не не стянуто первую петлю мы сделаем столбик без накида а вот вторую петлю увеличим вдвое удвоим ее раз сюда же еще одну петлю и сюда же еще одну петлю мы и удвоим и сюда же еще одну петлю теперь мы дойдем до конца ряда удвоим шестую здесь петлю и удвоим предпоследнюю петлю я дошла почти до конца ряда 1 2 3 4 5 6 значит эту петлю я удваиваю и предпоследнюю удвоить надо это предпоследняя петля я еще одну делаю петлю и крайняя петля и петли для подъема поворачиваю это у меня изнаночная сторона изнаночную сторону я вижу без прибавления так закончила этот ряд и вот можно посмотреть как получается какая у нас получается топик вот видно что мы здесь и здесь мы добавляем петли делаем сейчас примерку и посмотрим а где следующее делать увеличение посчитаем раз два раз два три 4 5 6 7 8 вот теперь можно на 8 петли увеличить петли с одной стороны и и с другой стороны 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 «100%»» 6 7 и 8 8 мы удваиваем в эту же петлю еще раз провяжем столбик без накида такой же столбик без накида не доходя 8 петлю сделаем другого конца я закончила ряд петли для подъема поворачивая это изнаночная сторона на изнаночной стороне прибавлений не будет значит я вижу столбики без накида до конца ряда а потом сделаем примерку я закончила изнаночный ряд поворачиваем и сделаем примерку так теперь видно что вот здесь надо еще один раз добавить по одной петли с одной стороны и с другой стороны и опять мы добавим еще по одной петли на бочках 1 2 3 4 5 6 7 7 на 8 можно на 7 или на 8 петли двоить так первую петлю провязываю провязала а вторую петлю удваивать будем 1 петлю и в этот же столбик еще одну петлю и теперь седьмую удвоим это у нас было 2 3 4 5 5 6 и 7 и удвоим в эту же петлю еще одну петельку и так дойду до конца ряда седьмую удвою и предпоследнюю я закончила лицевой ряд и сделала сразу изнаночный ряд поворачиваем на лицо теперь нам надо выяснить где наша середина нам надо выяснить среднюю петлю будем считать что вот это у нас средняя петля теперь мы добавим здесь одну петлю здесь бачок видно как красиво добавляется и не доходя вот этой средней петли не доходя две петли будем увеличивать вот такую вот делать из одной петли делаем 3 для того чтобы на вот эту грудочку на выпуклость была вот такая вот добавляем петли так все всем это все покажу мы обычно добавляли седьмую восьмую петлю теперь можно даже не считать она красиво смотрится здесь и вот эту петлю я добавлю удвою 1 и 2 теперь вяжем столбики без накида не доходя 2 петли до средней петли надеюсь я сказала ясно вы понятно понятно сказала вот это у нас средняя петля мы не дошли 2 петли и вот в этой петли которую я уже сделала иду назад это средняя петля 1 2 3 вот в этой 3 петли делаем столбик полустолбик с одним накидом вот так вот набрасываем петли нить тут 3 нить и сразу же провязываем столбик с одним полный столбик с одним накидом в эту же петлю провязываем столбик сюда же полустолбик с одним накидом в эту же петлю получается в одной петли мы связали 3 теперь вяжем 5 столбиков без накида 2 петли до средней вот это у нас средняя петля еще две петли и в следующую петлю повторим из одной петли делаем 3 делаем полустолбик с одним накидом делаем полный столбик с одним накидом в эту же петлю вот так вот и делаем полустолбик с одним накидом в эту же петлю так повторю еще раз полустолбик так что-то у меня здесь нить раздвоилась еще раз повторим вот так теперь иду до вот этой петли которую буду удваивать и потом до конца ряда столбик с одним накидом без накида простить до конца ряда здесь я удваиваю вот эту петлю один столбик и сюда же еще один столбик и идем до конца ряда без изменений вот такой у нас получился этот ряд ряд на лицевой стороне вот у нас теперь смотрится вот так вот наше вязание поворачиваю и все петли провязывая столбиком без накида от начала до конца закончила я этот ряд вот так вот смотрится теперь вязание наше переворачиваю на лицо и теперь на лице без прибавлений идем столбиками без накида полностью от начала до конца ряда хочу обратить ваше внимание вот это у нас 5 центральных петель 1 2 3 4 5 вот это центральная и 2 петли с одной стороны 2 петли с другой стороны так вот это я провязываю столбиком без накида а вот эти три петли центральная и рядом лежащие я провязываю соединительным столбиком 1 2 и 3 так еще раз повторю 1 2 и 3 и иду иду опять столбиками без накида для чего я это сделала сейчас я покажу теперь видите какая красивая получается здесь выемка вот так вот как на вот этой вот вот мы сделаем вот такой вот мысик на между вот этими возвышенностями и опять столбики без накида до конца ряда это у нас лицевый ряд закончила я лицевой ряд вот теперь посмотри смотрим как смотрится в наше вязание так продолжаем работать можно сделать примерку так вот Продолжение следует... Так, поворачиваем. Это у нас изнаночная сторона. Мы опять пройдем без прибавления. Но вот эти 3 петли, которые у нас в середине, мы сделаем не столбиками без накида, а сделаем 3 соединительные петли. Продолжение следует... Собирать, делать вместе по одной петле. Сейчас можно посмотреть. Сделать примерку. Это талия наша. Здесь мы уже добавлять не будем. Здесь все нормально смотрится. Продолжение следует... здесь на бочке добавлять мы не будем петли потому что это будут уже лишние добавления так теперь нам надо выяснить где наши три петли которую мы увеличивали вот одна петля вот вторая петля и вот идет третья петля мы не будем соединять 2 вместе 3 вместе а соединим только вот первую петлю и вторую петлю делаем 2 вместе 1 петля и вторая петля теперь раз это середина 1 делаем соединительную петлю еще одну соединительную петлю и еще одну соединительную петлю так теперь смотрим где наши петли вот три петли вот одна петля идет вот вторая петля идет и вот идет третья петля так мы будем соединять вторую и третью петлю делаем вместе вот эта вторая петля и третью петлю 2 вместе и идем до конца столбики без накида училась сейчас я дойду до конца и посмотрим как у нас получается наша грудочка посмотрим вот такое у нас получается вязание здесь как раз хорошо убралась здесь у нас вот такая выемка небольшая здесь у нас мягенько верхнюю часть топика я связала теперь надо решить какая будет у меня застежка но до застежки надо значит еще сделать связать вот такой вот басочку такую вот этому краю это спинка просто я провязываю столбиками без накида желательно в каждый ряд у меня это мы в Продолжение следует... Продолжение следует... И я вернулась к самому первому ряду, который у нас находился на талии. Продолжение следует... Я связала этот первый ряд, который будет идти на басочку. И теперь надо сделать примерку. И теперь видно, что нам надо уже добавлять петли. Значит, добавим одну петлю, вторую, добавим раз, два, третью петлю и добавим еще пятую петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шестую петлю. Значит, добавим три петли вот здесь с одной стороны и три петли с другой стороны. Так, добавляем. Первую петлю мы провязываем. Во вторую петлю мы добавляем раз, еще одну петлю добавим. Теперь добавим еще в третью петлю. Нет, это будет слишком много. Мы такие добавим. Первая, вторая, третья. Мы добавим в четвертую петлю. И теперь идем до конца ряда. И в конце ряда будем тоже добавлять петли. Раз, два, три, четыре. Это у нас будет крайняя петля. Раз, два, три, четыре. Еще добавим. Нет, не так сделаем. Мы добавим не в последнюю петлю, а вот в предпоследнюю. Сюда добавляем. И это будет крайняя петля. Поворачиваем. И провязываем весь ряд без прибавления. Этот ряд мы увеличили на 4 петли. По 2 петли с каждого края. Сделаем опять примерку. Для того, чтобы знать, где нам надо увеличивать петли. Добавляем петли. Добавляем петли. Здесь добавим. Раз, два, три, четыре. Пятую петлю добавим. Шесть, семь, восемь, девять. И девятую петлю. Пятую петлю. И девятую петлю. На вот этих выпуклых местах. Так, раз, два, три. И пятую петлю я удвою. И потом еще раз. Раз, два, три. Четыре. Это будет девятая петля. И девятую петлю я тоже удвою. Теперь будем идти до конца ряда. Пятую петлю. Пятую петлю. Идти до конца. Пятую петлю. Пятую петлю. Идти до конца ряда. Идя по петлю. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 удваиваем 2 вместе провязываем и предпоследнюю тоже не предпоследнюю четвертую с конца раз два три 4 если вы ошибетесь на одну петлю это совсем не страшно теперь идем ряд без прибавлений этот ряд мы опять увеличили на 4 петли в этом ряду мы еще раз будем увеличивать количество петель 2 3 4 вот четвертую увеличим и можно еще пятую увеличить 1 2 3 4 и 5 увеличиваем теперь с другого конца точно так сделаем петля для подъема это наше лицо так больше пасочку я делать длиннее не буду а теперь сделаем какие-нибудь фестон чеки можно сделать такие а можно сделать совсем другие можно сделаем вот такие здесь мы ввязали так столбик без накида через две петли 1 2 3 4 5 первый будет у нас столбик без накида а через две петли 5 столбиков с одним накидом 1 2 петли пропускаю и 1 2 и в третью петлю 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 и 5 можно даже сделать 6 будет пышней такая ракушечка 2 петли пропускаем в третью столбик без накида нить шелковая никак не хочет хорошо вязаться так столбик без накидом 1 2 петли так столбик без накида делаем теперь 2 петли пропускаем а в третью 6 столбиков с одним накидом 1 2 2 3 4 4 5 и 6 2 петли пропускаем и столбик без накида и так я дойду до конца ряда я закончила этот ряд с ракушечками я подколола на барби и теперь мне надо выяснить какую делать застежку может сделать застежку на пуговицах сколько мне надо 3 здесь у меня 4 обязательно одна на талии должна быть одна здесь значит я сделаю 4 петельки петельки а петелечки просто вот такие петелечки будут у нас воздушные петли одна пуговица должна быть обязательно на талии а можно будет сделать просто начать одна пуговица 2 и 3 всего сделаем 3 пуговица вот линия талии и сделаем а сколько мы будем вязать 1 2 3 4 петли 4 воздушные петли достаточно 1 2 3 4 сделаем пару столбиков 5 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 6 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 1 10 12 12 12 14 пару столбиков сделаем и самая верхняя петелька раз два три 4 и самая верхняя петелечка у нас будет соединительных петелек сделаем так и на этом наше вязание заканчивается пришьем петельки пришьем пуговицы и делаем примерку ну вот друзья топик я закончила связала петельки пуговицы пришила убрала все ниточки и теперь можно будет на барби нам примерку сделать пуговицы немножко великоватая но другого цвета у меня не было чуть меньше так вот выглядит спинка и вот наш перед вот такой получился топик точно такой не получился потому что другая пряжа это пряжа более мягкая это пряжа более жесткая и так друзьям смотрите как я связала такой топик на этом я свое видео заканчивая урок вязания я заканчиваю пишите мне комментарии ставьте лайки если вам понравился мой урок вязания и подписывайтесь на мой канал всего самого хорошего до свидания спасибо спасибо